Привет, дорогие друзья! С вами Пеликан, и ко мне поступила просьба найти что-нибудь про Джессуса в Эгена. Порывшись на фикбуке, мне удалось найти просто шедевр. Спросите, почему шедевр? Да потому, что там присутствует Якубович. Фанфик называется «Красные стринги», и вот так вот сразу нам дает понять, что дальше будет что-то странное. «И зачем только я играл с Ильёй в карты?» — сказал Дима, идя по улице в красных стрингах и розовых чулках. Да еще и наспорк. Нет, просто лежать бы в ванной с утками, слушать, как они крякают. Диме оставалось пройти пару километров, как вдруг к нему подъехал черный лимузин. Оттуда вылезла голова усатого мужчины. В темноте Дима не разглядел, кто это. «Куда идете, девушка?» — с усмешкой сказал усатый незнакомец. Дима посмотрел на него и увидел его. «Леонида Якубовича!» «Тан-тан!» «Леонид Якубович?» — с восторгом сказал Димка. «Да ладно, сам Якубович!» «Девушка, успокойтесь!» — с ухмылкой сказал Лёня. «Мне кажется, тут не хватает!» — и страстно облизнул свои усы. «Ну надо же, и такие фанаты у меня есть!» — втихую сказал он. Дима не мог поверить своим глазам. «Сам Якубович!» — говорит! С ним! Для него это было словно сон. «Так куда направляетесь, леди?» — переспросил Леонид. «Домой!» «А что вы так красиво оделись?» — усмехнулся Якубович. «Проиграл в карты!» — сказал Дима. «А, тогда понятно! Знаете, я когда-то тоже проиграл в карты. Так мне пришлось гораздо хуже, чем вам!» «И на что вы спорили?» — спросил Джесс. «На ходьбу ноги шом по городу!» — смущенно сказал Якубович. «Оу, ну знаете, мне еще повезло!» — с радостью сказал Дима. Дима уже обрадовался, что у него хотя бы есть чем укрыться. «Вас подвезти?» — спросил Якубович. «Нет, спасибо!» «Ну что вы, такому мужчине, как вы, нельзя ходить в таком наряде по городу!» «Ну, мне всего пару километров пройти!» — стеснительно сказал Дима. «Юноша, такой шанс упадает только раз в жизни! И вы хотите его испортить?» «Я сказал, садитесь!» — грубо сказал Леонид Якубович. «Ух, старый проказник!» Дима немного испугался от таких резких перепадов настроения, но все-таки сел в машину. Открывая дверь лимузина, Дима увидел, что Леонид Якубович сидит в одних трусах и держит бутылку дорогого вина в правой руке. Голый Леонид Якубович. Дима сел напротив него. Джесс молел то на усы, то на видневшийся выпирающий кол из-под семеек. Я надеюсь, это не то, о чем я подумал. Как вдруг он заметил, что его друг тоже начал выпирать. «А, так как вас зовут?» — стыдливо спросил Леонид. «Извините за опоздание, но такой уж я человек. Дмитрий Карпов!» — уверенно сказал Дима. «Дмитрий, хм, знал я одного Диму. Не помню фамилии. Так он меня потом поцеловал». «Да-да, вам не послышалось? Меня поцеловал мужчина». Дима был в шоке от такой новости, но он спросил. «Вам понравилось?» — робко спросил он. «Ну, как сказать?» «И да, и нет. А поточнее». «Ну да, мне понравилось!» — с улыбкой сказал Леонид. Вдруг от этих слов Дима почувствовал щекочущее чувство в животе. И вдруг он почувствовал, как захотел тело бодрого старикана. «С тех пор вам нравятся мужчины?» — с осторожностью спросил Джесс. «Ну да, было много у меня их». С этих слов Дима возбудился не на шутку. «А какие вам нравятся мужчины?» — с милой улыбкой спросил Дима. «Ну уж точно не так одевающийся». С ухмылкой сказал он. «От этих слов Джессусу стало грустно. Ещё бы, ведь его не отжарит, усатый старикан!» «Но вам, Дмитрий, сделаю исключение!» «Походу, всё-таки отжарит». «Вы мне кажетесь весьма удовлетворительными», — флиртуя сказал Леонид. «Правда?» — радостно и удивлённо спросил Джесс. «О да, вы бы не соизволили бы снять с меня эти боксеры и свои стринги», — ухмыляясь сказал Якубович. «Вот честно сказать, я даже не знаю, я хочу себе выколоть глаза, чтобы это не видеть. Вырвать язык, чтобы не читать это. Или просто проткнуть уши, чтобы вы мучились, а я нет». «На самом деле, я не хочу, чтобы вы мучились, я вас всех люблю». «Секунду!» Дима пересел поближе к воздыхателю и робко поцеловал его. Затем он начал гладить его усы, иногда облизывая. Как вдруг Дима почувствовал у себя в заднице резиновую уточку, но не только почувствовал, но и услышал кряканье. «Твою ма...» «Я хочу вас, Леонид!» — сказал Джесс. «Да ладно!» — с сарказмом спросил Леонид. После этого они включили Аллу Пугачёву и закрыли все окна, и начали делать то, что делал Гена с деревьями. Что за Гена? На этом фанфик заканчивается, но тут ещё примечание есть. «Прошу не кидать меня тапками, так как это мой первый фиг. Я не гей, просто пытался написать комедию. Надеюсь, вам понравится». А я надеюсь, что вам понравилось моё видео, поэтому не забывайте оставлять комментарии, подписываться, ставить лайки, и не забывайте. Никогда. Ни за что. Фанфики. Фанфики. Леонид? Леонид Якубо... Леонид Якубович? Леонид Якубович? Леонид Якубович? Леонид Якубович? Леонид Якубович?